Реалтайм Картревел 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 Это очень неприятные были погодные условия, которые измотали водителей достаточно сильно, а те, кто не успел проскочить в последние там минуты, как я, застряли на трассе М-12 в Татарстане в снегу, в снежном плену и их вызволяли спасатели всю ночь. Только утром их всех откопали, вытащили, но еще практически сутки, наверное, трасса была закрыта, М-12 на территории Татарстана, а как раз мне и нужно было планировать возвращение, поэтому возвращение получается немного в другой день. Вчера мы с подписчиками вечером устроили стрим, я прямо из гостиничного номера организовал прямую трансляцию. Если сейчас те люди, кто были на том стриме, меня смотрят, смотрят это видео, я всем вам передаю привет, а тем, кто меня поддержал донатами, особую благодарность выражаю. Субтитры сделал DimaTorzok Вы смотрите канал Real Time Car Travel Путешествие на автомобиле в реальном времени Я его автор, ведущий Подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому видео и многим другим, если они вам нравятся Смотрите, буду надеяться, что удастся отснять всю дорогу обратно из Казани в Москву по новой трассе М-12 Через 70 метров Держитесь правой трассе, а затем съезд, поверните на трассе Идет легкий снег, хорошо, что он сейчас пока легкий Позавчера и вчера Казань засыпала снегом очень сильно Ну а на закрытом участке из-за метели Участке трассы М-12 всю ночь трудилась техника и весь последующий день Расчищала и здесь, как видите, тоже Очень сильная была метель Но техники здесь было много В Татарстане она есть, работает Впрочем, вопрос метелей обсуждался в предыдущем видео Так что сейчас давайте мы его касаться не будем Поедем просто по дороге в сторону аэропорта А потом Свернем на трассу М-12 Свернем на трассе М-12 Свернем на трассе М-12 Свернем на трассе М-12 Свернем Субтитры сделал DimaTorzok Через 700 метров поверните направо Не знаю какой дорогой меня ведет навигатор В любом случае я пока не вижу никаких указателей Показывающих что дальше будет платная трасса М12 Но видимо указатели пока не установлены Может быть они не должны быть здесь установлены Но то что я тогда проехал до участка Казанского аэропорта Повороты на Казанский аэропорт по трассе М12 Это абсолютно точно Мне с Автодора пришло уведомление Что здесь происходит Столбищенское сельское поселение Что здесь происходит Я не знаю что Парковка народная Дорога в странном состоянии Асфальт оккупировали фуры Поэтому приходится ехать одной стороной по гололеду А второй стороной по асфальту Ну так распорядился навигатор Уж я не знаю правильно ли Как говорила миссис Хадсон В фильме про Шерлока Холмса И доктора Ватсона Так пишет Таймс Я тут тоже ничего делать не могу Так ведет навигатор В этот час он решил меня привезти сюда Именно этой дорогой Хотя в Казань я заезжал по другому пути Казань смарт-сити Вот что здесь находится Здесь вот я не бывал Впереди железнодорожный переезд Да, кстати Я когда смотрел маршрут Там я увидел значок Железнодорожного переезда Вот он здесь к нам попадается Фура из Латвии Надо подождать пока Она освободит Проезд Тут и потом Уже проезжать Но я надеюсь тут красный свет На нас не зажгется Так Вон какие тут поля Естественно кругом метели Бурьи и метели Землю одолели Очень она медленно переваливалась Через рельсы Но да, переезд такой, конечно В плохом состоянии Ну как Очень неровно Барьеры эти сделаны Большие выбои Какие-то ямы Рельсы Потом видите Как грузовик медленно проходит А если их несколько Вот так вот Каждый железнодорожный переезд На оживленных трассах Типа М7 Собирают за собой Колоссальные пробки Когда движения Более интенсивные Ну ладно Судя по всему Нам придется Ехать Сейчас за этим грузовиком Через 600 метров Друговое движение Второй съезд Друговое движение Второй съезд Так вот здесь Все устроено Впереди Несколько лежачих Полицейских Так ну вот Вроде как Мы приехали На тот самый круг Мы сейчас его проехали С которого я объезжал В Казань И вот сейчас пойдет Аттракцион Посчитайте Количество лежачих Полицейских Что-то он тут так пошел А там По колено снега Понятно почему Вот считайте Лежачих полицейских Уважаемые зрители Тут конечно Их очень много Запомнил Участок Ну здесь вот Дорога Не была Почищена На ней налить Вообще Качество асфальта Тут так себя Правильно я сделал Что обогнал тот грузовик На том участке Хотя может и неправильно Может быть А там Сошел колоссальную ошибку Мне придет штраф Вдруг я пропустил Там знак Обгон запрещен Вдруг я немного Превысил скорость Но там по крайней мере Асфальт был ровный А здесь вот обгонять Как Никак Ну ладно Так Осторожно Осторожно Там Анна в desconoc Он У Втро У нав У Везде показывают, что запрещено, знаки стоят. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Субтитры создал DimaTorzok 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 Даже видео не обязательно для этого на паузу ставить. О, как видите, следы метели. Вот мы въезжаем туда, где вы видите, действительно были снежные заносы. Вот видите, тут даже расчищено еще не до конца. Расчищено так, чтобы главное обеспечить просто проезд. Ну давайте поедем до Москвы 804 километра. Итак, мы на трассе М4 Дон. Что я говорю вообще? Какая трасса М4 Дон? Это шуточки все. Вы не думаете? Вы, наверное, уже и поверили. Я бы и хотел, кстати, верить в то, что эта трасса М4 Дон такого качества была бы. На самом деле это 802-й километр трассы М12 Казань-Москва. Мы едем по ней на следующее утро после того, как ее открыли после Бурана, после Метерия. Вы видите, что здесь, конечно, поработать пришлось людям, чтобы это все убрать. В общем, как трассу заметало снегом, посмотрите, пожалуйста, в моей первой серии, где я показываю, как я там выбираюсь сквозь заносы. У меня этот Буран тоже застал, еле успел доехать. Она была заметена, наверное, по отбойник, судя по следам от снега. Метель была жесткая. Потому людей и вызволяли. Тем вечером, той ночью. Ну и ехать здесь так. 800-й километр трассы М12. Ехать здесь надо аккуратно, конечно. Ах, потому... Ах. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но пока трафик такой, что его почти нет Это позволяет ситуации Да, метель, конечно, здесь была очень сильная, суровая Я тоже почувствовал все прелести в кавычках Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот сейчас по GPS скорость 110 110, 111 Быстрее мне здесь ехать совсем не хочется Скользко Там, конечно, вперед ушел автомобиль какой-то такой Очень быстрый Но я не думаю, что стоит его, к примеру, подражать Так, выставляйте себе круиз-контроль и катитесь Потихонечку, ну потихонечку для такой дороги Многие здесь могут и быстрее ездить и в такую погоду Есть люди, которые гораздо лучше управляют автомобилем Ну или по каким-то другим причинам В любом случае рекомендованную скорость Рекомендованную скорость сейчас прописывают на этих электронных табло Она 110, она 70 км в час Транспондер у меня, видимо, замерз Он совершенно не пикает ни разу Потому что мы не въехали еще ни на один ПВП Я тут оставил транспондер Ну, в холодной машине на парковке Парковка была, конечно, такая неотапливаемая Может быть, в нем батарейка за сутки приказала долго жить Потом-то я вспомнил Сходил специально на парковку и Снял его, принес Положил в теплой гостинице Но, не знаю В любом случае, даже если транспондер не сработает Оплата же на сайте Автодора Вот здесь снежный накат Так что, надо быть, конечно, осторожным Но транспондер у меня исправно работал Всю дорогу сюда Издавал звуковые сигналы Река Волга и мост через нее Это масштабный очень мост Давайте просто посмотрим, насладимся его красотой Да, я там рыбаков вижу на льду Надо же Здесь широкая волна Это масштабный, конечно же, проект Бесспорно построить такой мост Стоит больших денег Больших усилий Строители молодцы Ну и там дальше Прямо по курсу Знаете, какая была выемка грунта Произведена Вот сейчас мы там поедем Увидите Как нужно было вгрызаться в рельеф Чтобы сделать дорогу максимально на одном уровне Прямо по курсу Здесь, конечно, очень красиво Но мне вот как водителю за дорогой приходится следить Не очень по глазеешь по сторонам А так вот строительные работы здесь ведутся Люди приезжают Автомобили их стоят Работы еще не завершены Не вернее Не вернее Время Не вернее Альфуй На Здесь вот скользко стало Да Красиво сегодня солнце, белый снег, ну и видно, что трасса была заметена, ее только совсем недавно расчистили Ничем противогололедным сейчас она здесь не обработана, просто убрали снег Не до этого было, главное было обеспечить проезд по ней безопасно Безопасно, как сказал, просто обеспечить проезд Про безопасность мы пока не говорим Так, ну чего, сработает, транспондер-то давайте, специально даже снижу я скорость Сработал Вы слышали сигнал У меня к нему, кстати, была привязана карта, с которой я пополнял его баланс Сегодня утром я подсчитал затраты на поездку Они там чуть позже еще списали деньги за проезд по последнему участку Я решил его пополнить, потому что не хватит там на всю дорогу Но почему-то вдруг он выдает мне сообщение о том, что моя карта не прошла какую-то верификацию И мне нужно привязать какую-то другую карту В общем, даже не знаю У меня, конечно, есть другая карта, но это странно Вроде я там все верифицировал Карта из самых современных Недавно пропущенная В общем, так, небольшой такой номентик был Который меня озадачил Пока-то деньги там есть, конечно Но, видимо, потом Если что, оплачу за должность Как-то мне не хочется возиться в дороге Привязывать новую карту Поедем, короче говоря, на все деньги На все деньги, которые у меня тут есть Москва, 779 километров Снова снег начинает идти такой небольшой Но очень мне хочется все-таки именовать Большую часть пути проехать не под снегом Потому что я ехал под снегом, под серьезным Точти всю дорогу из Москвы в Казань Это 778-й километр Продолжение следует, в Казань В этом году Да, в Казань В Казань В Казань В Казань В Казань Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Едут комбинированные дорожные машины Чистят снег своеобразным способом Удаляют его с обочины Ну а тут конечно снежный накат такой Но это после метели сильной Чем-то он тут посыпает Да, вот этот разбрасывает Радиогололедный реагент Там еще один едет Вот с этого места они начали убирать Давайте оценим Качество уборки трассы М-12 После сильных метелей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот здесь я вижу уже была дорога обработана и раньше То есть они проехались туда-сюда Сейчас будет еще, наверное Участочек с оплатой Посмотрел расшифровку с транспондера С автодоровского счета По всем ПВП там Мне начислили за проезд За каждый участок определенная сумма Там можно потом посмотреть расшифровку В приложении автодора Какая-то сумма была начислена А потом Несколько мне Было Корректировок На минус там 119 рублей И на минус там Сколько-то Минус 40 рублей Два раза Почему они сначала насчитали Чуть больше А потом Меньше Но видимо таким образом Используется Применяется та самая скидка То есть сначала Вы платите полную стоимость А потом они На величину этой скидки Вам уменьшают Эту окончательную сумму Делая пару вычетов Я в общем с этим пока не разобрался Это я сегодня утром Так Вкратце Если рассказывать Все Посмотрел Надо еще с этим разбираться Так М12 М12 Туда Вот здесь Особо сильно Конечно Замело Видите следы Расчистки Еще раз Транспондер сработал Транспондер 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 Вот это тот самый участок, который был сильно заметен. Здесь такие поля бескрайние, а снегозаграждений нигде нет. Серьезных нет. Вот здесь они требуются. Блесполоса какая-нибудь. Что-то в этом роде, но не знаю. Это очень сложно реализовать, наверное. Про барьеры я говорил в предыдущем видео. Видео снеговетрозащитное. Но, наверное, барьерами все эти участки не закроешь. В общем, я не знаю. Здесь, конечно, требуется поиск какого-то оптимального решения. Но проблема есть. Вот удалось ее обнаружить. То, что если сильный ветер дует, то весь снег с полей, он сдувает прямо на трассу. И я это отснял. Все, как бывает. Сinson geen грязь. Все, как аудитория. Поехали. В поиск. Как потерпевthere. В rechtении. В поиск. Не снег. В поиск. Андрей. Нази. Надеюсь. Вы идут. Все, как очень. Субтитры делал DimaTorzok Все равно гололед ощущается Добавил субтитры Вот то, что мы не видели тогда в темноте Когда была метель и горели фонари Мы видим сейчас при свете дня В хорошую ясную морозную погоду Да, раскапывать здесь им пришлось Очень много Но что сделаешь И самое главное С завтрашнего дня, точнее сегодняшнего вечера В Казани опять обещают Сильные снегопады Так что здесь передышка Буквально на сутки Нижний Новгород 410, Москва 755 км Это 755 км трассы Субтитры делал DimaTorzok 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 О, впадина такая ощутимая И сейчас будет еще одна Оп, еще одна Оп, как тут Путепровод сделан Не очень ровный участок дороги Надо ставить даже, наверно, знаки Осторожно, неровная дорога 748-ой километр трассы Так, там еще идет Уборка снега КДМ работает Такая вот техника КДМ Таких барьеров, как слева, снеговетро-шумозащитных Очень не хватает на тех участках Хотя бы с одной стороны Ну, в общем, я, конечно, не профессионал в этом вопросе Вы напишите, пожалуйста, знающие люди в комментариях, как снегозадержание организовать на этом вот участке дороги, по которому мы сейчас едем По которому только что проехали и по которому едем дальше Там со снегозадержанием есть проблемы Кто не видел, посмотрите мое видео М12 Москва-Казань Когда я проехал в метель всю эту дорогу По этому участку пришлось тоже в метель ехать Было очень сложно Ну, тут красиво сейчас, конечно, так Полярная красота такая Того и гляди, белый медведь выйдет куда-нибудь вон туда Ну, ты cheers Хорошо почищенный участок сменился наледями. Здесь узкий участок, еще не до конца прочищена дорога. Видите, заносы, заносы. Так, полторы полосы почистили, но дальше надо еще серьезно раскапывать. Видите, последствия метели. Здесь уже авиакенты есть. Вот так, участками это все, участками где-то есть, где-то нет. Это 39 км. Продолжение следует... 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 Зато положительный момент тоже был Заправщик, который, когда я возвращался к машине Пистолет все-таки достал из нее Поставил обратно на ТРК Такой веселый мужчина Из местных деревень И он увидел, мимо проезжает трейлер такой большой За грузовиком, за тягачем Вдруг он засмеялся и говорит Смотрите, что он перевозит, какую тяжелую машину Все вынуждены были обернуться и посмотреть Что там действительно перевозит этот дальнобочек А у него на этом большом прицепе Стоит зеленый маленький пластмассовый автомобильчик И больше ничего Ну, это действительно было забавно Но заправщик тоже не выполнил своих обязанностей Он не подошел вначале к автомобилю Он не вставил пистолет в бак Не поинтересовался, какой бензин залить А только потом вышел И когда я уже подходил к машине Сам мог это сделать И достал смешный пистолет из бака И бак закрыл Ну, надеюсь, хоть какая-то услуга оказалась Я это все говорю не потому, что я ворчу, господа Это так Просто немножко скрасить в дороге время Ну, и вам рассказать о чем-то Потом же я тоже опять замолчу Когда утомлюсь или будет более сложная дорога Буду помалкивать Все-таки это обратный путь На нем всегда хочется больше помолчать Силы поберечь А сейчас пока вот заехал Освежился, бензин залил Можно немножко и рассказать эту историю Что еще рассказывать Потом я это рассказал для того, чтобы вы Поняли качество сервиса Потому что я заезжал к их конкурентам Вот это будет заправка следующая по курсу До нее километров 70, наверное А может даже меньше Поэтому Мы сравниваем, кто лучше работает Я ездил к их конкурентам И их качество обслуживания мне понравилось больше Хотя Всякий раз это зависит От Каждой конкретной смены На каждой конкретной АЗС Но В целом здесь По сравнению с некоторыми Заштатными заправками На той же трассе М4 Еще все новенькое Свеженькое Блестит И людей сегодня немного Проезжаем опять завалы эти Здесь Остались, как видите, после метели Которая закончилась Только вчера, ближе к вечеру Расчищали дорогу Прямо 57 километров А вот до нее 57 57 километров Хотя Показывает 47 километров Ну где-то так вот Километров 40 может быть 47 Сейчас он сориентируется Туда мы, наверное, заезжать не будем В общем, посмотрим Прямо 701 километр Ну вот до проспекта Будионова Мне показывают Ну это СВХ, короче Часть хорды Московской Северо-Восточной Или МСД 701 километр Я на всякий случай В навигаторе перепостроил Маршрут Поменял его Перепроложил Здесь я вот это сделать смог Потому что здесь есть покрытие 4G даже есть Покрытие сотовых сетей Поэтому нормально Ну едем дальше тогда Да Очки от солнца В самый раз Солнце светит слева Уже с южной стороны Потому что Сейчас зима Солнце быстро закатывается За горизонт Поэтому оно Оно нам пока там В то, чем мы не въедем Будет все время слетить Немного В глаза И от снега Все это отражается, конечно Ну а сейчас Вы сами могли Лицезреть Тот самый А там маленький Тракторик Такой стоит Оказывается Вот что стоит У него на этом На трейлере Тракторик стоит Такой зеленый Видели? Пластмассовый Вот это тот самый Который так далеко Уехал От нас Тяжелый груз Он везет Ну Сделано это, конечно же Специально Чтобы людей повеселить Я, правда, тут воду пил И не сразу заметил Что он перевозит Но когда поравнял С ним Обратил внимание 707-й километр трассы Едем дальше Сейчас еще Пока я там в очереди ждал Ну, я рассказал Про то, что там пришлось На АЗС Татнефть Постоять немного в очереди За очень нерасторопными Клиентами И С очень нерасторопными Кассирами Так вот Я, чтобы скоротать время Еще раз решил Перепровидеть Свой баланс Автодоровский На транспондере И Что-то в этот раз Они опять пересчитали И у меня теперь Не сходится С меня взяли Больше денег Чем я должен был Заплатить За эту поездку Москва 705 километров Больше Больше Чем нужно Больше 5000 рублей Вкратце Это все Что я могу пока сказать Дальше у меня Уже Нужно было За бензин Платить И я решил Там не тратить время И не вникать В подробности Но в общем Постоянно идет Какой-то перерасчет В большую сторону То есть У меня теперь Еще меньше денег На счету Хотя Изначально Я сделал Так Что Когда я поехал Из Москвы В Казань Я положил Там у меня было Почти 5000 рублей И я знал Что этой суммы Должно хватить Ну и потом Я пополнил Еще счет На ровно Ту сумму Которая была Нужна Для того Чтобы доехать Обратно По опыту Вначале Было 4500 Вот я И пополнил На недостающую сумму А теперь Еще меньше денег То есть С чем это связано Я не совсем понимаю Но еще раз говорю Я не вникал В подробности Не было времени Поэтому Давайте мы Этот вопрос Рассмотрим Потом В более Приличествующее Случаю Время Последствия Снежной бури Здесь Наглядно Видны Как никогда Не было Так много Раньше Заносов В этих местах На этой трассе Только потому Что этой трассы Раньше Вообще Здесь не было Наглядно 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 Продолжение следует... Республика Чувашия. Не знаю, правильно ли это название, республика Чувашия на 699-м километре трассы. Может быть, Чувашская республика все-таки? Я не знаю. Вот, пожалуйста, залезьте в интернет и поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, на синем указателе формально, так сказать, нельзя республика Чувашия. Но я могу придираться или просто ошибаться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, так ли это. Мне кажется, что правильно будет Чувашская республика. Тем не менее, можно просто сказать Чувашия, вот как здесь написано. И в этом слове есть что-то сиреневое. Итак, Татарстан. Мы проехали. В этот раз, конечно, по хорошей погоде мне совсем по-другому воспринимается. А вот почему-то здесь стоит республика Татарстан, указатель, когда мы обгоняли. Почему он там стоит? Может быть, он скрылся там за Нивой, но там точно был. Может быть, тут такой участочек вдаётся республике Татарстан. А потом снова начинается Чувашская республика. Не знаю. Поддержите разговор в комментариях. Так, что здесь такое? Здесь нормально всё. С той стороны дороги я тоже вижу, что идёт уборка снега. Работает дорожная техника. И экскаваторы есть, и комбинированные дорожные машины. Но экскаваторы там копают, и КДН-ки стоят. 193 километра. И, укра, здесь, и все. И, укра, здесь, и океан. И, укра. Простойте, и люди. И, укра, здесь, иди. И вот опять республика Чувашия Так, по крайней мере, написано указать Официально, видимо, границы соблюдены Продолжение следует... Здесь спуск и подъем Мост Лучше на таких участках не обгонять Только потом Уже можно это сделать Субтитры добавил DimaTorzok Поведем дальше Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот уже поворот на Ульяновск Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok До Москвы 684 километра Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Появились указатели на Муром и Владимир Начала привычно потряхивать автомобиль Как видите, в этом направлении в Чувашии тоже не очень хорошо положен верхний слой асфальта Как и в противоположном направлении, я обращал на это внимание Ну и там дальше что будет, в Нижегородской области Здесь уже, видите, больше леса по сторонам Обратили внимание, да? Березы такие красивые И на этом участке, конечно же, снежных переметов было гораздо меньше Если вообще были Но, чтобы посмотреть, что там творилось в метель на этой трассе Посмотрите мое основное видео М12 Москва-Казань Вся трасса там, или как она называется Ну, в общем, вы найдете М12 Москва-Казань Я ее отснял сначала полностью Ну, а теперь необходимо вернуться в Москву И заодно уж снимаю и обратную дорогу Хотя я по своему опыту знаю, что обратную дорогу, как правило Смотрят гораздо меньше зрителей на моем канале Я уже много таких видео выкладывал Поэтому Снимая обратную дорогу Я знаю, что Тут можно поспокойнее И комментировать И ехать более расслабленно Так как у этого видео Столько много просмотров Сколько у дороги туда Не будет Ну, не знаю, будут ли там вообще какие-то просмотры Так как я еще пока ничего не смонтировал Не выложил И не знаю Мне для этого надо вернуться сначала домой А потом уже Приступить К монтажу Этих больших основательных фильмов Тем не менее Я вам рекламирую свой канал Вот сейчас заодно И хотел бы Сказать Что Вы можете также посмотреть Видео моих других Поездок Тоже на дальние расстояния Например Посмотреть всю Ту же трассу М4 Дон Я ее отснял Несколько раз На всем протяжении Из Москвы До Крыма И до Кавказа Посмотрите Если собираетесь на юг Я думаю Это будет полезно Путешественникам И просто водителям Не профессиональным водителям Конечно Продолжение следует... С attained Продолжение следует... П�北 Крым Там Ну что, ждем следующий АЗС Лукойл Которая должна быть Прямо по курсу Там большой Заправочный комплекс Тоже многофункциональная зона Как и раньше была Едем мы по Чувашии Тоже многофункциональная зона Я так и знал, что человек с прицепом Сейчас пойдет на опережение Я так и знал Он дождется меня Когда я приближусь уже И перед моим носом он выскочит В принципе, такие маневры У людей, которые ездят С прицепами Встречаются часто До этого он ехал максимально За фурой Топливо что ли экономит Хотя вроде неудобно так ездить За фурой Прямо из нее Из-под нее летит Песок Лобовое стекло В общем У всех свои странности Забросили меня Кака Еще и щетки Обмерзли На некоторых участках Они хотя и свежие Но что-то чистят плохо А тут нужна хорошая видимость Потому что Нужно обязательно Смотреть на дорогу Вот только помыл стекло А они опять тут Реагент с песком Разбрасывают Вот и все В кузов летит В стекло В кузов И так далее Едет он так Вальяжненько Еле протиснулись Впереди еще Такая вот уборка Но зато После них Трасса Просыпана Вот этим вот Составом Антиобледенительным Нужно ехать Хотя До них Вот мы выехали Кажется Еще даже лучше Дорога Такой парадокс Ну это я так Шучу конечно Так чувствуется Что Какое-то из колес А может быть И некоторые Подбивают На очень высоких Скоростях Надо бы На балансировку Снова съездить Я давно Не балансировал Этот комплект Колес Вот лукойл О котором я вам говорил Вот он Ай Цены Проскочили Тем не менее Вот тут такая Заправка На заправку С той стороны Которая слева Находится Я заезжал По дороге В Казань И ее оценил Качество обслуживания Это как Неудивительно 666 Километр Трассы М12 Качество обслуживания Мне там понравилось На этом лукойле И Я вам скажу По секрету Там был Самый чистый Туалет Хотя тут Все заправки Новые Но тем не менее Здесь на лукойле Были Самые чистые Туалеты И там Все оборудование У них работало И не было На некоторых Предметах Сантехники Табличек Не работает Ну так 660 Уже Четвертый Километр Да Так вот За разговорами Летят Километры Ну не за разговорами Конечно За комментариями В любом случае Я бы с большим удовольствием Провел сейчас Прямую трансляцию Стрим бы сделал Это было бы гораздо Интереснее Но пока нет еще Таких технологий Которые Позволили бы мне Это сделать В прямом эфире Так что Приходится Записывать видео И показывать это Уже в записи Помните Уважаемые Постоянные Подписчики И зрители Эту шутку На моем канале Это запись Или это прямой эфир Это прямой эфир Или это запись Ну те кто смотрит Меня регулярно И общаются со мной На стримах Поймут о чем я Вот это то что вы Сейчас смотрите Это запись Но может быть Эта запись Будет показана В прямом эфире Для того чтобы Пообщаться с вами Уважаемые зрители Минус 12,5 градусов Мороза Ну мороза Я уже сказал Минус Зачем Тавтологией Заниматься Вот эти вот Сетки Оранжевая Справа Я так понимаю Тоже Это в какой то мере Снегозащита Но не только же От диких животных Правильно От диких животных Забор я понимаю Я думаю Что такая сетка От снега Не спасает Там через нее Продувает все Так что это Защита от Выхода диких животных На дорогу Какая никакая И обычный вот такой Металлический Забор с сеткой Вот справа Видите И слева Тоже Такое ощущение Что этот участок Дороги Строил Другой подрядчик Кстати Кто знает Кто строил На территории Республики Татарстан Этот этап Дороги Как они их называют Этап Такой-то Этап Такой-то Вот На территории Чувашской Республики Кто строил Какой подрядчик Если есть знающие люди Напишите пожалуйста В комментариях Под этим видео Мне будет интересно Это узнать Да и всем остальным Будет интересно узнать Поблагодарить людей За их работу За то что они Такую дорогу построили Дорого конечно По ней ездить Все эти 5 тысяч рублей Минимум Туда 5 тысяч Минимум рублей Обратно У меня там похоже Еще даже больше получилось Невзирая ни на что Я буду еще с этим Разбираться Как я уже Говорил Поездки такие Обходятся Дорого Топливо стоит денег Вот сейчас На заправку Заехал Раз Нету денег Оставил на заправке Кругленькую сумму Едешь по платной Хорошей дороге Тоже плати Так что Все эти перемещения Требуют сил Времени и денег Но если у вас есть Все Вышеперечисленное И силы Здоровье имеется ввиду И время И деньги Поезжайте Дорога неплохая На самом деле В теплое время Года Особенно Тут должен Подчеркнуть Потому что Зимой встречают Сложности И кстати Я вот еду В сторону Владимирской области Там Сегодня Начинается Уже примерно Сейчас Снегопад В это время И в Московской области Тем более И сегодня На Москву И на Московскую область Должен Обрушиться Как они пишут Очередной Циклон Запада Который придет С Наверное Мокрым снегом Выпадет там Чуть ли не 30 сантиметров Снега Ну в общем Как в Казани Ситуация Когда я приехал Только С точностью До Наоборот Не имею ввиду Что наоборот А с точностью До обратного Обратного пути И вот нам Наверное После этих Прекрасных Заснеженных полей И перелесков Опять придется Въехать В снеговые тучи Чего Очень не хотелось бы Мне Ну что поделать Посмотрим В общем Я к поездке К этой обратной Тоже готовился И вчера сам читал Информацию Прогноз погоды Смотрел на разных сайтах Да и С подписчиками Мы обсудили Это на стриме Вчера вечером Который я провел Из гостиницы И если сейчас есть В комментариях Может быть найдутся Люди Которые Смотрели со мной Этот стрим Тогда общались Кто просто смотрел Напишите комментарий Я смотрел Тот стрим Ваш Из гостиницы Это будет Так как Ключевая контрольная фраза Я не буду Особенно увлекаться Ключевыми контрольными фразами На обратном пути Но пусть она будет Вот сейчас Давайте напишем Ключевую контрольную фразу Река Черноречка Я смотрел Ваш стрим Из гостиницы Из Казани Или Я не смотрел Ваш стрим Из гостиницы Из Казани Можете такую фразу Написать И Тогда В видео будет Больше комментариев И это увеличит Его популярность Да и мне будет Приятно узнать Кто Смотрит Мои видео Постоянно Не перематывая Для того Такие вот Контрольные Ключевые фразы И нужно писать В комментариях Не поленитесь Уважаемые зрители Напишите Это будет Неприятно И добавьте Что нибудь Обязательно От себя В комментарии То есть Поразвернуйте Комментарии Напишите Что вы думаете По поводу Состояния дороги М12 Восток Можете задать Мне какие то Вопросы Вас интересующие Относящиеся К теме Нашей поездки Ну и так далее Вот опять Участок Где машина Начинает трясти Подбрасывать Так В Чувашии Где вот Асфальт Не особенно ровно Уложен Так Возникает Какая-то Вертикальная Раскачка Раскачка Я заходил на канал в телеграме Автодора, на который я так иногда подписываюсь, потом читаю. Чтобы проверить ситуацию на дорогах. Еще вчера поздно вечером они официально там написали, что открыт полностью проезд сквозной после метели на протяжении всей трассы М12. Но там какая метель будет впереди, я пока не знаю. Как вы видите, в Чувашии гораздо больше деревьев по сторонам трассы, дорога проходит через леса. Поэтому здесь, конечно же, проблема метелей не столь актуальна. Естественное снегозадержание, деревья. А в Татарстане вот там все поля, 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 как вы видели только что. Поэтому там этот момент нужно обязательно учитывать. Его надо было учитывать и тем, кто трассу строил. А теперь его надо учитывать тем, кто трассу эксплуатирует и использует. Recording ее, только дорогие, проходит славяк. Только проходит feelsленным туф Нави в наверное поверхности. Красивый п 이것도 соседрац. Вот оно нам пр Hassel棒. По поводу сотовой связи Вы же видите эти вышки Слева еще раз Мы ее видели Такую однотипную На них стоят антенны, ретрансляторы Операторы сотовой связи Установят на них рано или поздно оборудование Сейчас уже кое-где интернет есть на трассе Но не везде Тут надо учитывать локацию Вот сейчас у меня Мы были рядом с этой вышкой Есть и телефонная связь И даже 4G показывает По-моему Я не знаю точно Проще всего проверить Открывая телеграм Нет, вот телеграм открываешь А он пишет Ожидание сети Или ожидание сети Так А раз телеграм так пишет Значит интернета здесь нет Невзирая на то, что значок 4G горит Ну и навигатор тоже подвис В этом участке Он теперь не может Сориентироваться Я имею ввиду онлайн навигатор Так что если вы Любите уж Чтобы было все точно Скачайте карты заблаговременно А вот сейчас интернет Начинает появляться Соединение уже пытается Установить Хотя нет Здесь уже Другой провайдер Лучше работает Вот у меня на второй симке Но у меня со второй симки Интернет не подключен У меня интернет Только через одну сим-карту Сейчас работает И вот с нее Сейчас покрытия никакого нет А вот теперь Пропал И другой То есть Вот сейчас мы установили Опытным путем Что невзирая на то Что рядом Может быть были Какие-то вышки сотовой связи Вот Мы видим Одну впереди Нас также показалось И была Сзади мы проехали В районе реки Сидель Или Сидель Они пока Еще Не оснащены Нужным оборудованием Для того чтобы Вас обеспечить Выходом В интернет С ваших смартфонов Ну Телефонную связь Я проверять здесь не буду Звонить Наверное не надо Но опять же Я думаю Будет все Установлено Вот видите Еще одна Вышка Там уже какие-то Антенны стоят Но может быть Не подключено Это оборудование Хотя Если Вот Сработал Транспондер Здесь И интернет Должен быть Потому что Иначе Пвп Не подключили бы Если бы Не было Такой Связи Так что Связь для них То есть Для Автодора А вот Для меня Нету То есть Нет никаких Палочек На экране Смартфона Ни у одного Провайдера Ни у другого Ничего вообще нет Так что Та вышка Она только Автодоровская Она связана С ПВП Надеюсь Что только пока И так Там потом Доустановят Дополнительное Оборудование Скоро Ох Так Ничего Не Нечен OOM Как видите, такие вышки установлены достаточно часто, через определенные промежутки Их эти мачты пока только устанавливают Поэтому не беспокойтесь, через какое-то время будет здесь у вас и телефон, и интернет, все будет Так, чего он там встал на обочине, что здесь случилось, видимо у него что-то emergency какая-то, да, срочный случай, он открыл капот и туда полез Останавливаться на обочине здесь не рекомендуют категорически Но он не подавал никаких сигналов, то есть сам там открыл капот и под него залез, я в зеркало видел А пока у нас Ни интернета, ничего Никакой связи И вообще этот участок достаточно дикий пока, скажем так, дикий восток У них дикий запад, а тут дикий восток Это я не в отрицательном смысле, а в том смысле, что пока не освоены эти фронтиры Здесь пока есть дорога, только А вот большого количества заправок, например, на ней нет На этом вот участке 628-й километр и там дальше Тут надо ехать, предварительно заправившись на тех АЗС, которые я вам только что показал На этом участке на трассе в Татарстане была Татнефть, вот та большая, на которую я заезжал, заправлялся Рассказывал вам там разные истории про качество обслуживания и про маленький зеленый трактор На прицепе И потом в Чувашии был большой комплекс Лукойл Был большой комплекс заправочный Лукойл, на который я заезжал, когда ехал в Казань В этом направлении тоже есть заправка, так что вот Лукойл этот крайний здесь И после него там дальше будут только две контейнеры заправки, насколько я знаю Две контейнерных заправки А контейнерная заправка это так, только на случай экстренный Комфорта там никакого нет, оплата автоматическая, по карте только Бензин там дороже Сама колонка находится в контейнере То есть Такие я тоже показывал, когда ехал в Казань Но они позволяют вам не обсохнуть на трассе Я, кстати, видел в Яндексе, в картах Эти все заправки отмечены Так что предварительно просчитайте свой расход топлива И спланируйте маршрут с тем расчетом, чтобы остановиться на тех АЗС, где вам будет удобнее и логичнее Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Еще одна вышка Но интернета здесь тоже нет Я проверяю это сейчас Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Вот здесь будет еще построенный заправочный комплекс Компания «Газпромнефть» на месте этой контейнерной заправки Контейнерная заправка вот справа Временная «Газпромнефть» Слева тоже есть Я ее проверял, когда ехал в том направлении Но здесь будет построена большая АЗС «Газпромнефтьевская» И работы там уже какие-то ведутся по строительству Здесь места достаточно глухие Здесь места достаточно глухие Но зато дорога позволяет ехать быстро Москва Прямо по курсу «Шумерля» направо «Шумерля» — это, по-моему, сирень Напишите, что такое «Шумерля» По-моему, слово «сирень» значит Как вся Чуваша Тут что-то сиреневое есть Так, здесь не было Было метели такой сильный, и после потом проехали КДМки, до Москвы 612 километров. И здесь все реагентами обработали достаточно хорошо. Мы видим, что здесь дорога в хорошем состоянии, она поддерживается в порядке. Хотя снег здесь шел вчера, позавчера, тоже все это время, просто здесь не было метели. В Татарстане вот она была. Хотя, вы знаете, снежные переметы определенные уже начали тогда попадаться, когда я ехал позавчера туда, в Казань. Уже в этих местах надо будет пересмотреть самому то видео, чтобы понять. Вот в районе контейнерной заправки «Газпромнефт», в которой мы только что проехали, и дальше туда, к Казани, там уже начинались переметы. Если не раньше. Ну, их тут было, естественно, не так много, потому что лес присутствует. Река Алгашка, я ее помню, название этой реки, Алгашка. Или Алгашка, кто ее знает? Может, река Алгашка. Как ударения делаются во всех этих названиях местных речушки, я не знаю. Это как с названием реки Серенга. Пока не побываешь там, в тех краях на Байкале, не будешь знать правильное ударение. Иисус. Берем. Что, кто? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем ехать дальше Связи тут никакой толком по-прежнему нет Зато можно ехать быстро Здесь дорога хорошо обработана реагентами, как положено Но учтите, что забрызгивается машина реагентами, просаливается Так что на мойку После такой трассы на мойку Необходимо ехать Начательно Но это, конечно, вас не спасет Там днище-то все равно Вам не промоют как следует И так далее Но кузов желательно так Помыть как следует Впрочем, что я об этом говорю Вы и так все это прекрасно Без меня знаете Зимние мойки Это так Вещь сложная Я вот, кстати, не знаю Напишите мне, пожалуйста, сейчас комментарий Как часто вы зимой моете автомобиль При каких обстоятельствах И вообще Рекомендуется ли его Зимой мыть Потому что многие он ездит От осени До весны И не сильно заморачиваются с этим А другие наоборот Вот это вот То, что сейчас летит нам В стекло Это Не дождичек летний Это не дождевая вода Это расплавленный снег с солью Это все Соль Так что Омывайку Заливайте полный бачок И берите с собой запас Заливайте полный бачок Здесь правый ряд Похоже почищен Соль 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это важно Я помню, да, вот этот участок, где лес кончился На обочинах большие сугробы Которые остались после расчистки с трассы А до того снега Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сломался кто-то Перекрыл ряд Так что достаточно опасно Мороз усиливается Уже около минус 14 Каждаем Субтитры сделал DimaTorzok Большие бескрайние поля. Из которых ветер так успешно наметает снег. Как было видно в моем предыдущем видео. Видите, минус 14 за окном, но реагентом обработано. Снег расплавлен, поэтому постоянно приходится включать омыватель. Тем не менее, лучше так, чем огромное количество снега на дороге. Что мы видели по дороге в Казань. От погоды, конечно, тоже зависит. Если постоянные снегопады чистить просто не успевают. Так что придираться здесь мы не будем. Я не придираюсь ни в коем случае. Понимаю все. Отношусь, как говорится, с пониманием. Тем не менее, хотелось бы за весьма солидную сумму, которую приходится выкладывать за проезд по трассе, иметь и сервис на высоте здесь. Получать сервис на высоте. Здесь должно быть очень хорошее качество обслуживания, потому что проезд стоит действительно дорого. И он, кстати, стоимость этого проезда вызывал в общественности большое возмущение. Общественность негодовала по этому поводу. Ну, в общем, что мне вам рассказывают. Наверняка вы тоже читали это на каких-то сайтах. И знаете, о чем речь. Там бывают два типа комментаторов. А один тип комментаторов, ему все не нравится, все очень дорого, все очень плохо, как бы ни было сделано. И иногда даже если сделано хорошо, они все равно будут ругаться, как все плохо. А второй тип комментаторов, это наоборот, такие принципиальные, упоротые оптимисты, которые говорят, нет, ни в коем случае, наоборот, все замечательно, а вот вы не правы здесь, нельзя все критиковать. Хотя, например, критика весьма обоснованная. То есть, как вы понимаете, нужно соблюдать всегда какую-то золотую середину и здравый смысл включать. На мостах кое-где потряхивает. Ну, а здесь, конечно, покрытие ровно. Ну, а вот участок начинается, где расчищено все не так хорошо. Вот. 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 Продолжение следует... Владимир 386, Москва 574. Дворники купил, осенью поставил в ноябре. Новый комплект щеток, но они уже вот в мороз минус 15 на трассе с реагентами не работают нормально. Плюс еще незамерзайка, там содержится, конечно, вода. И вот она, остаток воды, когда остается на стекле, на такой скорости он обмерзает, тонкая пленка, пока не выветрится, остается. Напишите, пожалуйста, в комментариях, уважаемые зрители, как вы с этим боретесь, с явлением. Повторяю, щетки я купил новые, в ноябре поставил, как раз перед зимой. Повторяю, щетки я купил, как раз перед зимой. Повторяю, щетки я купил, как раз перед зимой. Повторяю, щетки я купил, как раз перед зимой. 566 километр Время движения 2 часа 50 минут Чистого движения именно Без учета остановки Пробег 280 Средняя скорость 98 километров в час Так, опасный участок дороги Справа гололед Толстый слой снежного наката Грузовик Не хочет уступать Там ехать не хочет вообще Что такое, в чем дело Как так можно ехать, я не понимаю Почему он уступать не хочет Такое, ну бывает такое, да Как вам такое поведение его Я, конечно, понимаю, что здесь не очень Хорошее покрытие Но, тем не менее, весьма сносное Для грузовика-то особенно Он бы и не почувствовал этого ничего Там же нет таких снежных переметов Как были по дороге в Казань А вот здесь тоже красиво, конечно, да Смотрите, какая природа А вот здесь 듣 Quan trendy Я, конечно, согласно Себе под tack? Хорошо, что видите? Вот тут Как carriers С Смотрите продолжение в следующей серии. Та самая река Пьяна или Пьяна. Ну, вы знаете, мы это обсуждали, эту топонимику по дороге в Казань. Не будем углубляться в эту тему. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну, автомобиль очень сильно испачкался, конечно. Все то время, пока мы едем по этой дороге, на участках с реагентами автомобиль весь извозюкался. Наверное, нужно протереть боковые стекла, зеркала немножко почистить. 555 километр. Вот та же самая река с тем же самым названием. Дважды попадается. Я помню уже ее. Уже знакомое место. Когда туда проехал, уже узнаешь какие-то доселе новые для себя топонимы. Или топонимы. Ладно. Уже напрягает. 505 километр. Уже. Ужеident Protonиме. Уже. 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 Продолжение следует... 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 Опс Так, да, вот еще участок, где трясет автомобиль Раскачка вертикальная появилась 90, что-то тут у нас Ладно, пусть так, 70 Ну, конечно, ему минус 14, заволакивает стекло, когда моешь Не знаю, у вас такой эффект наблюдается Можете написать об этом в комментариях Так, вроде все, да? Так, вроде все, да? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо 522 километра... Появился здесь интернет... Пришли сообщения какие-то... Почта пришла... И... Навигатор я перезапустил... Наконец-то он начал показывать... Адекватное время... То есть если у вас... Навигатор так вот завис... Когда появляется интернет... Перезапустите его... И... Все получится... Построить нормально... Он пишет, что мне осталось ехать... В 530 километрах... По времени-то сколько... Чего-то не посмотрел... В 6 часов минимум... Еще... Так... Контейнерные АЗС... Мы все проехали... Мы проехали одну... Контейнерную заправку... Газпромнефть... Показывал ее... Там скоро построят... Большую заправку... Проехали контейнерную заправку... Лукойл... И вот дальше... Мы должны доехать до... Большого заправочного комплекса... Он должен быть... Лукойловский... И вот на нем... Как правило... Много автомобилей... Большие очереди... Ну... В принципе... Хотелось бы на него попасть... Потому что... Там уже потом... Запасы бензина желательно пополнить... В общем... Посмотрим там... Как ситуация с очередями... Со всем остальным... На той заправке будет много людей... Я уже это думаю... Так и есть... Потому что... После этого... Длинного участка... Где есть только... Две контейнеры заправки... Люди... Хотят комфорта... Поэтому... На нем... Будут скапливаться... Большие очереди... Они уже и скапливались здесь... Когда люди... В новогодние праздники... Начали... Ездить по этой... Новооткрытой трассе М12... Ее же открыли совсем недавно... Собственно... Я и снимаю ее... До того... Чтобы показать... Так как она сейчас... Самый актуальный... Инфраструктурный объект... Автомобильный... Дорожный... В России... Дорожный объект... Я бы... Может... Хотел бы... Тоже... Ее в самом конце декабря... Отснять... Но я не мог тогда... По... Своим обстоятельствам... Это сделать... А сейчас вот... Выделил время... И поехал... Ну... Ну... Еще... Как говорится... Трасса... Совсем новенькая... Еще... Месяца не прошло... С ее открытия... Официального... Участков... Москва... Казань имеется... Так-то... Отдельные участки... До этого... Тоже открывали... То один откроет... То другой... Но... Строят ее дальше... До Екатеринбурга... Как мне написал кто-то... На прямой трансляции... На стриме... Теперь... Мы ждем от вас... Всю трассу М-12... До Еката... Но до Еката... Ехать от Казани... Еще тысячу километров... И там пока трасса не построена... Тем не менее... Работы ведутся... Что там будет... Я не знаю... Вот здесь... Раскачка тоже... Неровный участок... Сложный рельеф... Неровный асфальт... Не удалось им здесь соблюсти... Ровную укладку... Асфальта... Трясет автомобиль... Кое-где попадается налить... На асфальте... Достаточно толстые... Такие... Сегменты... Ледяные... 522-й километр... 522-й километр... Это примерно 3,5 часа... Мы в пути... С учетом там заправки... Пробег 326 километров... Здесь, как назло... Слева был участок... С накатом... Со льдом... Так что... Осторожничать пришлось... Плюс еще маневр... Плавный, но поворот... Ну и конечно... Трясет автомобиль здесь... Вот на этих вот участках... Его... Раскачивают... Дорога здесь... Неровная... Как и по направлению туда... Это 519-й километр... Трассы М12... Москва-Казань... Если вам нравится это видео... Не забудьте поставить лайк... Подписаться на канал... Написать комментарий... Я автор ведущей канала... Real Time Car Travel... Подписывайтесь... У меня есть и второй канал... И Telegram-канал... Ссылки, наверное, на них я... Оставлю в описании к этому видео... Трясет Высоку... Это ещё... Трясет... Ну и... Ну и... Замы... 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 Фаза... Я писал... Замы... 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 Вот сейчас средняя скорость уже 102 км в час у меня получилась За эти три с половиной часа движения Зачем он ушел в левый ряд? Я что-то не понимаю зачем Зачем он это сделал Как-то нелогичное поведение у водителя Гранты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Номер залеплен грязью Но, наверное, может это не специально так получилось Номера вообще залепляются, конечно Надо будет тоже потом посмотреть, как у меня Не испачкались DimaTorzok Да, трясет здесь, конечно, автомобиль Вот это уже начинает раздражать Этот участок 510 км от Казани до Москвы Трясет уже на протяжении многих километров Как-то для новой дороги это прокол Недостаток Возможно, зря торопились они ее открыть за три года А не за четыре, как планировали в начале Если уж делать, то делать качественно Я, конечно, не говорю, что надо делать слишком долго Но все-таки от такой дороги ожидаешь большего Нежели то, что мы сейчас испытали Такой тряски на новой трассе не ждешь Я понимаю, там на каком-нибудь старом изношенном автобане Но здесь нет Здесь же Только ввели ее в эксплуатацию Она еще и нескольких лет не используется Здесь более гладкий асфальт начался Это 506 км Мне осталось ехать Ну, навигатор показывает 500 км 500 км ровно Прилично, прилично еще А мы на 505 км находимся Так вот и получается А вот здесь опять трясет А проехал я 343 км Средняя скорость 102 км в час Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, если бы не Эти потряхивания Если бы не эта вибрация На скорости 100 10, 120 То Я бы сказал, что дорога вообще классная Как она освещена Посмотрите, пожалуйста, в моем другом видео Освещение мы проверили Вот, 0,05 километра, кстати Освещение мы проверили этой трассы В моем фильме М12 Москва-Казань Там и снегопад И метель, и что там только нет Там гораздо более сложные погодные условия Были на всем протяжении трассы Практически от начала до самого конца Но какой там снегопад Уже начинается сейчас в Москве В Московской области Во Владимирской Я не знаю, но По прогнозу было Много-много снега ожидалось 498-й километр Трансформаторная подстанция Что-то вроде асфальтового завода Справа еще стоит Или что-то другое подобного рода Объект 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 Трансформаторная подстанция В Казахстан Трансформаторная подстанция Я не буду, конечно, комментировать каждую минуту. Мне тоже нужно иногда и отдыхать, и с мыслями собраться, и о своих делах подумать иногда. Да и вас не буду постоянно утомлять, это все-таки обратный путь. Тем не менее, вы не думайте, что я забыл про вас, уважаемые зрители, я про вас помню. Я знаю, что с комментариями слушать иногда интереснее. Но вот некоторым людям нравится слушать больше реальный шум дороги, чтобы никто своим голосом не мешал. Но такие видео у меня тоже есть, без комментариев совсем, называются они ASMR-видео. Вот вы можете их посмотреть, там моих закадровых комментариев нет, а только реальный звук дороги. Включусь через несколько километров и еще что-нибудь покомментирую. Пока, как вы видите, ситуация по-прежнему нормальная. Едем дальше, в сторону Москвы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что такое? Да, один из моих модераторов, с которым мы вчера общались в чате, сказал, что посмотрел прогноз погоды. Когда мы вчера погодные условия обсуждали, понятное дело, перед выездом, после метели, это надо было сделать. Мы вместе с подписчиками моего канала на стриме, который я организовал из Казани, обсуждали мое возвращение. Как его лучше спланировать. Спасибо всем, кто в нем принял участие. Так вот, модератор сказал, что в Нижегородской области вот такая же погода ожидается, как и здесь. Минус 15 и солнце так, морозно. Хочу сказать также большое спасибо всем тем людям, кто уже поддержал меня донатом, для того, чтобы я мог как-то компенсировать свои затраты на оплату проезда, топлива. И каких-то таких вот, назовем их, командировочных расходов, потому что поездка достаточно дорогая. И те люди, кто донатили мне, помогали, как я говорю, не только добрым словом, но еще и монетой. Я очень благодарен. И вот модератор, Иван его зовут, он тоже молодец большой. Также хотел бы передать привет Патрику. Патрик, вам, конечно, тоже респект, правда, вы, Патрик, в этот раз не особенно были заинтересованы именно съемками трассы М-12. Вас, я знаю, больше интересует трасса М-4 Дон. Тем не менее, вы тоже донатили, вам огромное спасибо. Но уж на трассу М-4 Дон ваши донаты рекордные были, это мы не забудем. Большое спасибо также Михаилу, тоже один из моих модераторов, равно как и Патрик. Михаил, вот, например, он у меня проходит под ником Warren Grow. Был крайне заинтересован в том, что я бы вот именно трассу М-12 отснял. Он так стабильно донатил, как он выражался, на двенашку. Поэтому всем вам, ребят, спасибо большое. Я сейчас поблагодарил модераторов отдельно. Модераторы, они у меня на канале не зря, потому что у них есть определенные заслуги. И вообще мне нравится их адекватность. Но я также всем остальным людям, которых я сейчас, к сожалению, не могу перечислить, не ошибившись, благодарю за взносы, за ваши донаты. Потому что взносы на бензин, на оплату дороги, они, конечно, не были полными. В этот раз нам не удалось собрать всю необходимую сумму. Но я надеюсь, что мы продолжим этот сбор средств. И, посмотрев, возможно, эти видео, вы поможете мне отчасти компенсировать затраты на мою поездку в Казани обратно. Еще раз повторю, что снял я это пока что в основном на свои деньги. Так что благодарю всех, кто канал смотрел, поддерживал меня. Смотрите дальше, если вы новый зритель, подписывайтесь, приходите на прямые трансляции. Надеюсь, будет интересно. Посмотрим, в общем. А пока смотрите это видео. Я Real Time Car Travel, это мой канал. Смотрите, пожалуйста, наслаждайтесь. Хорошая дорога. 480 километров до Москвы. АПЛОСАН. Есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И мутные пленки плохо видно в левое зеркало... Надо на заправке не забыть это сделать... Первым делом... Бензин важнее... А это уже потом... По остаточному принципу... Пробег 375... Здесь тоже участок с неровным асфальтом... Раскачивает автомобиль... В принципе терпимо... Но так... Должен... Вам об этом сообщить... Мы же ведь оцениваем трассу М12... Снимаю полное видео проезда по этой дороге... Продолжение следует... Такие видео я снимаю для всех людей... Которые интересуются транспортной тематикой... Во-первых... Во-вторых... Ну, наверное, нет... Во-первых, как раз... А не во-вторых... Я их снимаю для тех, кто собирается по этим дорогам... Проехать сам... И хочет изучить... Трассу перед тем, как... На нее выезжать... И... У меня уже есть опыт съемки таких трасс... М10, М11, М4, М8... И прочих... С комментариями и без... С комментариями вот люди... Особенно полюбили... По просмотрам судя... Ну, вообще, и без комментариев люди тоже смотрят... Нормальные видосы... Потому что... Люди... Смотрят... Оценивают... Дорогу... Смотрят, что есть на ней на самом деле... Это не просто картинки в интернете посмотреть... Или какие-то... Короткие ролики... Или репортажи... Которые вообще не раскрывают полные картины... Это проехаться самостоятельно... Как бы... Только за рулем... Нахожусь я, а вы виртуальные зрители... Но все в реальном времени... Все вот как есть... Я показываю видео... Ничего из них не вырезая практически... То есть, когда автомобиль находится в движении... Я показываю все... Смотрите... Это... Полноценное видео проезда... По трассе М12... Казань, Москва... Трасса называется... Восток... Платная дорога... Важный... Инфраструктурный объект... И... Такой... Значительный был повод... Информационный... Хотя, почему была... Она им до сих пор остается... Очень таким большим информационным поводом... Буквально вчера мы еще обсуждали ее... Эту дорогу... И метели на ней... В которую я попал... Смотрите... before... Субтитры делал DimaTorzok Едем дальше Дима Торзок Вот кто-то там едет на Газелию Почему-то в левом ряду Вот сейчас увидел Идет вправо А чего он вправо не едет? Вправо уже чище, лучше Зачем он так? Растерялся, задумался Вправо уже чисто, хорошо, сухо В левом-то грязно Потом спохватился На что-то отвлекся 460-кан Километров до цели Субтитры делал DimaTorzok По-прежнему минус 14 За окном Но на дороге из-за реагентов грязно Запасайтесь незамерзайкой в дорогу Берите с собой Канистру незамерзайки про запас На всякий случай Я взял лично Вот вожу ее пока в багажнике Потому что по дороге туда Сильная метель Она сама Создавала Нужную омывайку для стекла Там погода была такая Около нулевая Снега было в избытке На дороге Поэтому он Не заставлял нас пользоваться Слишком часто Омывателем стекла А вот сейчас надо Сейчас надо 454 километра до Москвы И причем Вот я про незамерзайку говорю Это не шутки Омыватель должен быть Всегда исправен Омыватель Щетки Стеклоочистителя Потому что Если у вас стекло Испачкается Как вы поедете дальше Вы же ничего не увидите Так что Обзорность Это первостепенная Необходимость Это не просто так Да и правила Предписывают Чтобы эти устройства На автомобиле Всегда были исправны Чтобы стеклоочиститель Работал как надо Не будете же вы Останавливаться Каждые пять минут И снег кидать На лобовое стекло Ну можете конечно Написать в комментариях Разные народные способы Что делать Если Омывайка замерзла Например Или она кончилась А взять негде Вот здесь например Где купить На следующий Только АЗС Причем Эта АЗС Должна быть С магазином А на контейнерной Заправке Вы омыватель Не купите Вот напишите Как вы можете Выходить из положения Импровизировать Если Омыватель не работает А ехать надо А ехать надо Неправка А ехать надо Неправка Неправка Продолжение следует... 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 Если вы хотите более подробно ознакомиться своими живыми, веселыми комментариями по дороге Москва-Казань, вы можете обратиться к тому видео, которое я снял Москва-Казань, М12, когда мы ехали только в противоположном направлении. Там были непередаваемые эмоции мои от погоды и от первого проезда по этой дороге. Свежие, незабываемые. Там еще было много полезных советов. А это видео возвращение, поэтому здесь комментарии более сдержанные. Тем не менее, я думаю, их все равно довольно много я делаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Минус 15 Холодно. Достаточно холодно. И здесь дорога обработана уже гораздо хуже, чем было до этого. Вот для того и ездишь, показывая, чтобы вы могли оценить, как при прочих, возможно, равных, дорожники справляются со своими обязанностями. Ну, может быть, здесь тоже был более поздний снегопад, не знаю, но не такой же, как в Татарстане. И вот в Чувашии там все обработано. И там мы проехали быстро. А здесь вот только одна полоса расчищена до асфальта, а левая уже такая весьма условная. Опс, а там этот, лукойл появился. Где этот лукойл? А он вот здесь. Так. Вот он. Лукойл. Надо заправиться, передохнуть. Ну, вот надо оценить тогда. Этот заправочный комплекс. Его я не посещал с той стороны по дороге туда. Там не было необходимости. Едем. Спасибо, не надо. Прямо 410 километров. Впереди платная дорога. Да, это мы знаем. Кстати, плохо почищено здесь. Уже вроде как и снегопад прекратился давно. А почищено плоховато. Прилегающая территория. Ну, вот здесь-то, конечно, вычищено все это. Понятно. Но прилегающая территория не очень. Так. И вот здесь нужно немножко передохнуть. Вот омывайку здесь можно купить зимнюю. Вот она уже есть. Так. Господа, дамы, спасибо за внимание. Реал-тайм Картреллу с вами. До встречи. Все машины грязные. У меня тоже грязнющие. Я говорю, все машины грязные. У меня тоже грязнющие. Сейчас буду ее отмывать здесь. Заправились. Ну, а потом дальше расскажу подробнее. Спасибо за внимание. Итак, выезжаем с заправочного комплекса «Лукойл». Сейчас расскажу постепенно о своих впечатлениях, о его посещении. Здесь я провел больше времени, чем до этого на Татнефти в Татарстане. Потому что мне нужно было помимо заправки автомобиля еще и перекусить. Что я и сделал. Но помимо этого, я сейчас достаточно долго прыгал вокруг автомобиля. Отмывал я его от соли. Все автомобили, которые сюда приезжают, они все покрыты коркой соли. Потому что мы проехали там через Чувашию, там все дороги хорошо обработаны этим реагентом. Мне пришлось мыть стекла, фары и доливать незамерзайку. У меня ушло литра четыре, наверное. Я долил в бачок. Так что, как я ранее говорил, берите с собой омывайку. Можно здесь, конечно, ее купить. Но не факт, что она будет не вонючая. А я взял своей, которая не пахнет. Ну ладно. Впечатление от этого Лукойла хуже гораздо, чем от Лукойла, который там в Чувашии находится. По дороге в Казань. Потому что там вроде бы такая же заправка, новая. Но там в более чистом состоянии поддерживается. Здесь уже как-то ощущается некоторая запущенность. Вроде бы странно, да. Но есть такое ощущение. Не совсем чисто там было. Персонал такой. Своеобразный. Начнем с того, что заправщик, который там работает, который подошел к машине, он сказал, что мы заправляем до полного. Я сказал, отлично. Заправьте тогда до полного. Я пошел на кассу. Кассир мне говорит, а мы не заправляем до полного. Это он вас дезинформировал. Вот так вот. Пришлось срочно вспоминать, сколько мне литров надо было. Хорошо, я посмотрел перед этим. Я говорю, а что же у вас так, заправщик? Я его спросил, заправляйте до полного. Он говорит, да. Оказывается, нет. Она говорит, ну мы только недавно открылись. Ясно. Но может быть тут проблема еще была в том, что заправщик плохо говорит по-русски. Это было заметно. Перекусывать. Я перекусил сэндвичем, который купил до этого на Татнефть. Я на Татнефть купил сэндвич с курицей. И здесь вот я его съел, потому что я здесь проголодался. На Лукойле я присмотрелся к этим хот-догам. Хотя очереди там не было, я все равно решил их не покупать. У меня же сэндвич был. Поэтому я сейчас перекусил. Все остальное сделал, как говорил. И едем дальше. Приятного просмотра. С вами Real Time Car Travel. Да, еще масло пришлось долить. Помимо омывайки. Еще я проверил масло. Я проверил масло перед выездом на холодную. Ну так, думаю, нормально. И сейчас вот еще на горячую проверил. Все-таки немного я долил маслом. Так что я использовал это по полной программе остановку, чтобы потом не отвлекаться на подобные вещи. Я, кстати, не знаю, как вы проверяете уровень масла. Это такая вечная тема для холиворов. Как у нас говорят, на горячую уровень масла проверяете, когда машина вот немножко постоит на заправке, как я сейчас делал. Или на холодную. Я проверяю и так, и так. А потом сравниваю. И примерно одинаково получается, я скажу вам. Перед выездом на холодную проверил. На парковке. А сейчас на горячую. После 10-минутной стоянки. Так, средняя скорость у нас по-прежнему 102. Мы на 412-м километре трассы М12. Все-таки какая-то соль грязная. Я вот мыл, мыл стекла, мыл, мыл. Сгоном этим резиновым убирал потом остатки незамерзайки. Ну, у меня незамерзайка налито в распрыскиватель. Там все остальные примерно тем же самым занимаются. Соседи на заправке. В автомобилях. Обоих полов. Вот слева у меня остались такие разводики. Все же изнутри видно, когда солнце просвечивает. Но это уже гораздо лучше, чем было до этого. По крайней мере, все видно. Машина очень-очень грязная. У нее такой просоленый вид. Очень просоленый. Разводы вот эти вот. Потоками воздуха они распространяются по кузову на высокой скорости. И можно по ним проверять аэродинамическую характеристику автомобиля. Как идут воздушные завихрения. В общем, не надо даже строить никаких полигонов для того, чтобы испытать. Использовать там дым или что-то еще. Парогенераторы. Погоняйте автомобиль по нашим дорогам. Не потребуется никакой аэродинамической трубы. Использовать там дым. Использовать. Использовать. минус 15, причем ну там минус столько же примерно, минус 12 что ли было в Татарстане, но когда я там выходил на заправки, там все-таки климат другой уже в Татарстане там влажность меньше, а здесь уже такая наша влажность колючая с ветром пробирает мороз до костей, хотя всего минус 15 но при такой влажности чувствуется, что есть разница в климате даже зимнем вот здесь и в Татарстане рядом находятся такие населенные пункты, как например Рожок Кавакса ну вот это в окрестностях Мурома мы идем по курсу на Муром Нижегородская область 405-й километр трассы М-12 конечно с учетом погодных условий немножко все изменилось и навигатор теперь пишет, что время расчетное прибытие будет гораздо позже чем раньше все меняется все меняется все течет все изменяется я в любом случае продолжаю ехать пока и беру вас с собой в это виртуальное путешествие в дороге мы чуть больше 4 часов находимся с вами 4 часа 20 минут чистого движения если быть точным ну и там еще небольшой стояночки с включенным двигателем она не была длинной а так конечно 5 часов уже в пути это точно почти 5 часов 4 часа 50 минут с того момента как я выехал из Казани сев в автомобиль так что вот досюда 4 часа 50 минут это учитывая все время остановок а остановок было всего 2 пока что на двух заправках на Татнефть и вот здесь на Лукоэле так что вот никакие особые заправки именно какого-то бренда я не нахваливаю я просто оцениваю абсолютно любые по тем впечатлениям которые у меня остались от посещения привержен я не приверженец какого-то определенного бренда если любая другая марка убедит меня в том что я буду доволен приобретя их продукцию или воспользуюсь их услугами то я только буду рад эту марку использовать мне главное качественный продукт качественная услуга ну а так по персоналу который здесь работает на всех этих АЗС да действительно как они сами говорят мы только недавно открылись персонал здесь еще такой не совсем опытный разные люди здесь устроились чтобы заработать на жизнь и особых я претензий к ним не предъявляю я просто оцениваю впечатления но всегда нужно соблюдать корпоративные уже стандарты качества корпоративную этику принципы обслуживания стандарты людей надо обучать для того существуют руководители которые должны их обучать тренировать персонал как не похабно это звучит для наших людей проводить обучение персонала чтобы они потом более качественный сервис предоставляли клиентам клиентское обслуживание это то чего в России хорошее клиентское обслуживание чего в России так до сих пор не хватает тем не менее где-то уже есть перемены к лучшему и такие места я тоже посещал знаю где клиенты остаются довольны от посещения тех же АЗС трафик здесь увеличился как видите этот участок дороги более проезжий ну и Нижний Новгород тут не так далеко понятное дело люди пользуются этой трассой хотя от Нижнего она конечно далеко проходит что ей говорить от Казани то и то ближе в любом случае трафик более плотный стал ну а когда трафик становится более плотный это конечно сразу же начинает напрягать потому что вы должны учитывать не только свои маневры но и маневры машин которые вместе с вами едут по этой же дороге то есть вы уже помнить должны не только о себе но и о том парне скажем так вот на Шкоде человек впереди явно намеренно залепил номер грязным снегом потому что в других то местах у него на машине этого грязного снега нет а это вот он оставил для чего люди так делают ну догадайтесь вот сами сейчас транспондер пикнул а ему как говорится судя по всему и транспондера не надо и по-моему у него передний номер тоже там таким же нехитрым образом обработан так Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы можете, кстати, мне написать, уважаемые зрители, как здесь с контролем скорости на трассе Алиса о камерах не предупреждает Но как она, эта скорость контролируется, я, если честно, не знаю Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, идем прямым курсом на Муром Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 381 километр До Мурома 70 километров, до Москвы 380 Субтитры делал DimaTorzok 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 376 километр Субтитры делал DimaTorzok 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 Качество дороги говорит само за себя Здесь дорога ровная Здесь нет этой тряски которая наблюдалась ранее о чем я говорил отдельно Здесь уже можно ехать быстро и не отвлекаться на качество дорожного покрытия Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, не выглядит передо мной Смотрит в зеркала А то такие иногда любят Но то это вот тоже все номера залеплены Хотя на трассе, где вот я ехал, я вышел, посмотрел, у меня номера чистые, не залепленные, этими реагентами там все отмывается. У этих ребят не просто так номера закрыты грязным снегом, как-то они его там, видимо, культивируют, что ли. Хотя я могу ошибаться, это просто предположение, но я видел другие отчеты, какие-то видео текстовых в интернете, где другие обращали внимание на то, что здесь люди номера закрывают, когда едут. Но у меня-то транспондер установлен, поэтому я законопослушный и гражданин. Вы слышите, как этот транспондер пищит иногда, да и рассказываю я об этом. Ну что вам сказать по поводу дороги? Здесь, вот, в Нижегородской области, дорога по качеству, вот этот участок, она лучше, чем была до этого. Здесь нет тряски. Здесь можно держать более высокую среднюю скорость. Другой подрядчик, наверное, строил этот участок. Или какие-то другие причины. Какие, напиши. А, вот, кстати, встретил автомобиль с заклеенным бумажкой задним номером там стоял один из них. Там точной бумажкой закрыт задний номер у него был. Вот и сам увидел теперь, что да, есть такие люди, которые не хотят платить за проезд по этой трассе. 362-й километр. Муром 50, Москва 360. 350 тоже, да. 360. У меня вот в навигаторе просто 350 показывает, но там какие-то другие, значит, есть восхождения. Варина. Который. Карина. Та. Козы. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это вот 360 километров по указателям до Москвы или сколько? Нет, 355 километров до Москвы. Продолжение следует... Здесь минус 12. Такая температура за окном. Та самая река Кура, над которой мы так иронизируем. Продолжение следует... Я думаю, что это просто река Кура. Как называют курицу в Санкт-Петербурге. Кура! Санкт-Петербурге. 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 Кура. Такие березы справа Тощенькие Их так много Река Теша Я уже эти все названия помню Туда проехал, потому что запомнил их Не так, чтобы я стал их вспоминать в любой свободный час Но когда едешь и снова их встречаешь, ты понимаешь, что где-то ты уже это считал Продолжение следует 347-й километр Вот такая дорога Трасса М12 Восток Маршрут из Казани до города Москвы Я Real Time Car Travel Добро пожаловать на мой канал Подписывайтесь Пишите комментарии Задавайте интересные вопросы Буду рад с вами пообщаться Человек остановился Вот это действительно опасно Там желтая же разметка В таких местах останавливаться нельзя Но ему, видимо, приспичило Он должен был заехать гораздо глубже Там технологический же съезд есть Должен был туда хотя бы С задним ходом сдать Благо сейчас трафик здесь небольшой Это можно сделать Опасно он стал Ожидается сильный снег И дальше я пропустил сообщение Мне уже смс пришла от МЧС Вот Я же говорил вчера, ребята, на стриме Что не все так просто Ожидается сильный снег Мокрый снег Налипание Гололед Метель Снежные заносы Ветер до 17 метров в секунду Во Владимирской области 18-го Ага-ага-ага Во Владимирской области А нам ведь проезжать В Владимирскую область Ну, конечно, это будет еще не скоро Это так заблаговременно предупреждают Но, тем не менее Не хотелось бы, как вот Когда я приехал в Татарстан Влипнуть там В сильнейшую метель Со снежными заносами Где люди застряли Это все показано В первой серии моего фильма Он называется Москва-Казань по М12 Муром-30 Москва-340 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 Продолжение следует... 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 Триста километров До Москвы Опережаем целую вереницу грузовиков Так, впереди там мигает аварийный комиссар Что-то там случилось Снижаем скорость Ну, их видно вот с этими стрелками издалека А, тут убирают снег Здесь убирают снег, так что это просто дорожные мастера Дорогу чистят За это вы тоже платите, чтобы вам снег убрали Вот смотрите, как его убирают Как называется такой тип Снегоуборщика Шнековый Роторный Роторный, да Или шнековый, или роторный Я что-то забыл Вперед-то попадается Точнее, извините, заговорился Навстречу попадаются комбинированные дорожные машины Владимир, 109 километров Москва, 297 На этом участке уже даже оба ряда прочищены до асфальта И можно ехать и в левой полосе Что мы сейчас, в принципе, делали Но не будем ей задерживаться Сейчас мы всех опередили Перестраиваемся в правый ряд Потому что качество асфальта и там, и там одинаковое Вот навстречу еще КДМки едут Дорогу чистят 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От Москвы до Ярославля 280 километров до его границы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Съезд... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 284 километр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хотя я понимаю здесь конечно быстровато DimaTorzok 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 Мне вот хочется чуть быстрее, но чтобы его опережать, уже надо ехать сильно быстрее моей комфортной скорости. Поэтому я опережать его не хочу, а отставать от него тоже время терять. Но сейчас количество автомобилей в любом случае будет увеличиваться по мере приближения к Москве, так что от этого никуда не денешься. В таких пологих даже поворотах, видите, снег там лежит и можно разложиться как тот. Поэтому все равно придется сбрасывать скорость. И все это делают здесь. К тому же там дорожная работа, вся вот эта вот муинья и так далее. Ладно. Чего-то там опять. Лально. Теперь. Так. Чего-то там. Субтитры сделал DimaTorzok Какой-то другой Volkswagen, я не знаю, Тарамонт или что-то в этом роде, побольше Тигуана. Напишите, пожалуйста, что это было. Мне надоел он, конечно. Там пока были участки с поворотами и ремонтами, нельзя было его никак опередить. Но сейчас вот, да, напрямую получилось. А то он уже заставил меня полбачка избрызгать. Омывателя дохил. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Время движения, чистое время движения 5 часов 23 минуты Общее время с момента выезда и остановками 5 часов 50 минуты Так, зона весогабаритного контроля Вот она так выглядит На 254-м километре Субтитры делал DimaTorzok Пробег у меня составил 600 километров Субтитры делал DimaTorzok Средняя скорость 111 километров в час Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, эту соль просто так дворниками не смахнешь Надо много омывайки потратить С лобового стекла я имею ввиду Вот здесь появились уже фуры, которые обгоняют одна другую Согласитесь, пока непривычное зрелище Обычно это характерно для всех остальных трасс А тут до сюда мы ехали и это впервые Мы такую встречаем картину Потому что трасса еще пока пустая Когда один грузовик обгоняет другой еле-еле И уже такая скорость кажется очень-очень небольшой Вот было настолько много реагентов, что и омывайка не нужна Видите, взмахнул щетками, а и с помощью реагентов стекло отмылось Но это, конечно, слишком токсичная жидкость Поэтому мы подбавим еще нашего эликсиру Замерзает Остатки воды В омывайке быстро на лобовом стекле При таком движении Там же все-таки минус 12 за окном Поэтому вот так Остаются такие Мутные разводы, которые потом высыхают И все Стекло чисто Мы же не чистым спиртом моем Мы же не чистым спиртом моем Стекло Это все-таки спиртовой раствор Ну вот сейчас я залил омывайку из своего резерва Который брал с собой На заправке 4 литра залил И Она у меня рассчитана на чуть более высокие температуры Но в Москве ожидается как раз потепление Поэтому Пока мы до тут доедем Я думаю мы все эти 4 литра выбрызгаем А дальше уже зальем чего-нибудь Другого Можете также рекомендовать в комментариях Какие сорта незамерзайки вы используете Чтобы Мы могли этой информацией тоже обменяться Друг с другом 238 километров до Москвы 238 километров до Москвы 238 километров до Москвы Друг crew 3 шутен Устания Ну bent Продолжение следует... 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 А вот здесь покрытие не очень Начало опять так вот Раскачивать автомобиль Так же как это было В Чувашии Так что снижаем скорость Трясет Еще один такой участок Подготовка дорожного покрытия Не очень хорошая Там за мной увязался какой-то автомобиль Белый Не знаю какой Я все хочу, чтобы он меня Опередил Я даже Помедленнее ехать стал Он не хочет За мной пристроился Да, здесь вот трясет Трясет в этой В Владимирской области На 218-м километре Тряска наблюдается До этого вообще ехали Как ровная, как стол дорогового Владимир 29 километров До Москвы 217 Река Каменка Река Сойма Река Каменка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Еще и скрепить начали дворники Зачем же так? Надо их будет промыть горячей водой Ну теплой водой Может им поможет это немножко Они тут настрадались Я имею ввиду щетки Хотя может и не буду это делать Чего? Да нет, не надо Вот эта вот фишка Яндекс.Навигатора Иногда он подбрасывает такие сюрпризы Начинает вас уводить С платки на бесплатку Вы контролируете его Это вот он неправильно делает Мы поедем прямо По платной дороге Пусть перепрокладывает нашу Это такие приколы есть у Яндекс.Навигатора Внимательнее будете На Владимир нам не надо Пусть она там поговорит Она, я думаю, потом Проложит маршрут Она тут заблудилась В этом участке Видите, Яндекс Здесь что-то лагает Пусть поговорит Пусть Трасса новая Так что Даже В Яндексе Еще пока Хотя она там и изображена Но Навигатор почему-то через этот участок Не прокладывает маршрут А напрасно Мы едем здесь Он все видит Что дорога есть Но он ее не узнает А интернета, кстати, здесь тоже нет Поэтому Мы просто поедем вперед Как ехали Когда появится интернет Я перепроложу маршрут На всякий случай Субтитры делал DimaTorzok Хотя вроде бы Яндекс видел эту дорогу Когда он прокладывал маршрут В сторону Казани Я его на всякий случай Всегда При дальних поездках включаю Но не всегда в этот раз включил Для того, чтобы проверить тоже Что он увидит На пути Увидит ли он камеры Контроля скорости И так далее Вроде он тут не плутал А вот на обратном пути Он заплутал И никак Ну это еще А, это еще знаете От чего зависит Я же сказал, что интернета нет Это вот именно От этого зависит Потому что он не в состоянии Сейчас Перепроложить маршрут Я совсем забыл об этом Да Был бы доступ в интернет Он бы сразу же Раз-раз И перепроложил мне маршруты А сейчас он этого не делает Только по этой причине Субтитры сделал DimaTorzok Дорога здесь хорошая 200 километров До Москвы Субтитры сделал DimaTorzok И вот в этом участке трассы М12 Нет соединения с интернетом Никакого интернета здесь нет Это видимо один из новых этапов Потому что вот этап до Владимира Там вот участок был Я по нему уже раньше ездил И в прошлом году мы ездили В Суздаль Через кусочек Открытый трассы М12 До Владимира И дальше до Суздаля А вот этот Он тогда был закрыт Еще В мае месяце прошлого года Этот открыли Совсем недавно Поэтому здесь нет ничего Кроме дороги С указателями И инфраструктуры Он пока обрасти Не успел Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Да, помню этот участок Дорога идет параллельно ДимаTorzok Что они здесь делают Не, не совсем понятно А, тоже возводят барьерные заграждения Понятно, да На этом участке До Лакинска 24 километра Видите, даже на этом участке Он совсем-совсем новый Как я правильно сказал И даже не везде Они успели Барьерные заграждения поставить По бокам трасс Ну, в самых основных местах Центральный разделительный барьер Он стоит Это все Как полагается А вот сбоку Не везде есть Субтитры сделал DimaTorzok Мы в движении Я в движении 5 часов 5 часов 51 минуту Чистого движения 52 минуты А так 6 часов 19 минут С учетом остановок На заправку И на перекус И на перекус Транспондер запищал Автодор исправно Снимает оплату Там у меня Там у меня, наверное, будет задолженность Потому что баланс был меньше необходимого Я в начале повестки рассказывал Но с этим я буду потом разбираться Потому что Почему-то он забраковал Ту мою карту С которой все нормально проходило До этого А другую привязывать Я в цейтноте не смог Он говорит Привяжите другую карту Вот опять прикол А если у меня нет Другой банковской карты А эта нормально работает Откуда я новую возьму Причем там такое Категоричное заявление Эта карта не прошла Какую-то там Верификацию Какую именно Она же уже достаточно давно Использовалась И мне крайне неудобно Теперь Потому что Привязана у меня к Этим поездкам Одна карта И плачу Теперь что Я должен заводить Отдельно Другую Только ради Уважаемого Автодора Не знаю Почему Я бы не хотел Это Неудобно До Москвы 181 Мокров 67 Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Семьдесят четыре километра я проехал, средний сквозь сто четырнадцать получается. Нет, неправильно говоришь. 168 километров. Не слушайте ее, не всегда она говорит правильные вещи. Семьдесят четыре километра. Семьдесят четыре километра. Опять транспондер будет пищать. Семьдесят четыре километра. Да, помню. И еще потом будет Газпромнефть. 56 рублей с копейками 95 здесь стоит. Там очень быстро на этих табло меняются цифры. 56-51. 62-24 сотый бензин. Успел на этой стеле прочитать. Этот лукоил у меня тоже занесен в закладки. Просто мне пока сейчас останавливаться не надо. На лукоилах мы уже были. На двух лукоилах были в этой поездке. На одном по дороге туда, в Чувашии. На втором в Нижегородской области по дороге обратно. Не так далеко до Мурома. Этот еще третий лукоил. То есть вот больших лукоилов заправок три. Контейнерные лукоиловские тоже есть. Одна, по-моему, попадается. Или две, я уже забыл. Равно как и Газпромнефтьевская одна. Контейнерная. А вот Газпромнефть и большие заправочные комплексы, их только две штуки. И они все ближе в сторону запада. И снова потратил. И снова забыл. Идем на Queen. Очень видно. И еще вкус. Фирма и слоги. Все очищено. Здесь минус 11 Во Владимирской области Средняя скорость пока получилась 115 км в час Расход топлива я не называю в этот раз намеренно, потому что у всех разные автомобили, у всех может получиться свой собственный расход топлива Прикидывайте все к своему автомобилю, уважаемые зрители Время движения ровно 6 часов Ну чего ж ты вылезаешь Время чистого движения 6 часов, а так 6,5 часов 6 часов и 28 минут, если быть точным, с момента того, как я выехал с парковки из Казани Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Москва 162 километра осталось до Москвы, да-да-да Здесь дорога в чистке уже больше особо не нуждается, но КДМки там стоят на той стороне, чистят обочину Ну, сейчас стоят, не чистят, а я думаю, до этого чистили И может быть зря они это делают, потому что они на чистый асфальт в середине добавляют свежего снега И там сразу же скорость передвижения падает Мы знаем, как это бывает, наблюдали много раз в поездке Но я никого не критикую, я знаю, есть определенные технологии, надо ее соблюдать Субтитры делал DimaTorzok Начали попадаться упоротые водители, которые никого не видят Он так дальше поедет, как хочет Потому что у него золотая машина На круизе и все, я там не разглядел, кто там сидит Субтитры делал DimaTorzok 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 Интересно далеко ли еще до Московской области Продолжение следует... 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 Тем не менее, приятно ехать по сухому, чистому асфальту, вы же знаете. 111 километров по указателю до Москвы. Не помню, когда мы здесь ехали туда, здесь все было заметено. На асфальте лежал снег. А сейчас нормально. Не лето, конечно, но по асфальту могу сказать, что практически летние ощущения там, где сухо и чисто. Ну и на зимних шинах, конечно, мы едем. Тут тоже есть свои особенности. И на зимних шинах. И на зимних шинах. И на зимних шинах. Наконец-то он догадался. И на зимних шинах. И на зимних шинах. Мы поступим так же, как они. Займем левый ряд и все. Что туда-сюда метаться. Москва 105. Олег Лазуева 30 километров. Московская область. Нас будет приветствовать сейчас. Добрались мы до Московской области. Добро пожаловать, уважаемые зрители. И в Московскую область. Сколько можно это повторять? Real Time Car Travel ведет свой репортаж с трассы М-12 Восток. Маршрут из Казани до Москвы. Уже въехали в Московскую область. Пробег составил 753 километра из центра Казани. Из самого центра Казани. Чистое время движения 6,5 часов. Именно движение. А вот время движения с остановками 6 часов 55 минут. За 7 часов можно доехать из центра Казани до Московской области. За 7 часов из центра Казани до Московской области по хорошей дороге. То есть те разрекламированные 6,5 часов от Москвы до Казани, ну никак не получится. До Москвы, конечно, еще надо ехать. И там будет дополнительное время. Ну давайте хотя бы до границы Московской области. Вот, скажем, условно 7 часов. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Вижу, да Этот раздраженный, нервный Джип широкий Что за авария? Оказалось, авария это такая Просто автомобиль стоит Но я на всякий случай Бросил скорость Депосы едут вперед Все уходят, депосы вперед Кто уходит Так Оказалось Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Возвращение оно не бывает. Безоблачным появляется снег на дорогах. Сразу стало скользко, каша. Вот где снег пошел. В общем, все-таки я въехал в этот циклон, о котором так долго говорили метеорологи, который накрыл Москву уже сегодня днем, Московскую область. И должно выпасть какое-то рекордное количество осадков. В общем, посмотрим, как мы еще здесь проберемся через эту мглу. Да, так хотелось доехать вообще по суху до конца, но не получилось. По суху не совсем вышло. Клязьма, 783 километра пробег. Ютублин, Vicente, Ютублин, Ютублин, Гоана, Ютублин, 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 Звучит музыка. Звучит музыка. И тоже на ней система безбарьерной оплаты существует. Ну а мы едем за машиной ДПС, которую также никак не рискнет опередить джип широкий. Потому что машину ДПС с включенными проблесковыми маячками опережать, обгонять нельзя. Пейс-кар такой. Пейс-кар такой. Дорога здесь в Московской области неплохая. Оно так немного пошатывает автомобиль, но совсем немного. Только на мостах, в пятипроводах, их много здесь. А в целом ехать быстро можно. Ну и видите, широкая дорога. Здесь потому что трафик большой, она требуется такой. Наверное, ее сделали такой широкой до определенного предела. Не зря. Там как-то это просчитывали, скорее всего. Ну что, опять транспондер? Да, опять транспондер пищит. Сколько там набежало, да? Ну я явно там в долгу, потому что у меня недостаточный баланс на транспондере. Как выяснилось, за что-то меня еще деньги взяли. Я хотел было пополнить, а они говорят, нет, все, с вашей карты, с этой уже нельзя пополнить. Ай-яй-яй. Привяжите другую. Так сколько? А если и другая не пройдет такую верификацию, и третья, и четвертая, так и привязывать карты? Вот представители Автодора есть? Скажите, пожалуйста. Там такое сообщение. Вам в вашей карте требуется 3D какая-то верификация или что-то еще. Что это такое? Вам нужно прислать фото моей банковской карты с двух сторон? Это что ли имеется в виду? Можете растолковать, уважаемые зрители, в комментариях? Кто с этим сталкивался? Люстра по-прежнему едет впереди. Впереди люстра, за ней джип широкий, там с раздраженным водителем, которому не понравилось, что я включил аварийку, когда увидел рядом ДТП. Когда Алиса нас предупредила об этом. Но, тем не менее, вот мы едем третьей. Нас ведут за собой поискарщики. На автомобиле ДПС. А погода такая, все хуже и хуже, надо сказать. Да, скловато как-то тут. Снег вот этот тут опять. После яркого солнца в Татарстане, которое сегодня было, и потом светило еще и в Чувашии, но в Нижегородской области как-то мрачновато. Ну, циклон есть циклон, ничего не поделаешь. Вот чувак на Кио едет вообще без номеров. Он знает, как надо ездить по трассе М-12 на черный Кио там. Да, снег такой в Москве, это плохо. В плохую погоду въезжаем. В Москву, конечно, лучше въезжать не в такое время, как мы въезжаем. И в погожий солнечный день, или хотя бы пусть в пасмурный, но без осадков. А когда вот такой снег, да еще метель. Она, конечно, не сравнится с той метелью, что была до этого. Но это еще не вечер. Там предупреждали, что вообще может быть серьезная метель. В общем, чем ближе к Москве, тем сильнее снег. И, судя по всему, так будет и дальше. Но обещали до 30 сантиметров осадков. Это очень много. Это столько выпало тогда в Казани, как я приехал туда. То есть, и когда я в Казань там ехал, был снег. Вот, возвращаясь в Москву, опять снег идет. Да, что ты будешь делать? Мы вчера обсуждали это с подписчиками на моем стриме. Кто хочет так со мной пообщаться в прямом эфире, подпишитесь на мой канал. Приходите на стримы, пообщаемся. Вчера мы очень интересную тему обсуждали. Как я буду выбираться из-за снежной Казани с перекрытой трассой М12. Из-за метели. И вот там мне подписчики в прямом эфире сказали. Вот, ее только что открыли. Очистили ее. И открыли движение. Ну и я смотрел, конечно, тоже новости погоды по Москве и региону. И знал, что в это время Москву уже будет засыпать снегом. Я там высмотрел несколько сайтов, на которых можно визуализировать перемещение воздушных масс, циклонов. Как будут выпадать осадки во времени. Так, это первая заправка. Так, нефть на той стороне, на этой нету. При выезде из Москвы. Запомните это. Ну, я об этом, в принципе, говорил в том фильме, который я снимал до этого. Вот тут такая же метель, судя по всему, сейчас начнется, как тогда в Татарстане перед Казанью. Подъемка. Ну, конечно, было покруче. Здесь-то вот так нормально. Тем не менее, все неприятно. А вот с этой стороны этот нефть тоже есть. Ага. С этой стороны тоже есть. От нефть на въезде в Москву. Пожалуйста. От нефть на въезде в Москву. 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 до москвы 49 километров пишет а точнее это не до москвы ну да и до москвы примерно столько же до километров 50 ничего себе циклон ничего не видно не видно низги он уже другого рода казань когда я въехал там снег был поменьше но был очень сильный ветер именно он создавал эти переметы а тут снег просто снежная буря уважаемые зрители и подписчики я возвращаюсь из поездки в казань по трассе м12 это обратный путь нас ведет полицейский пейскар за пейскаром джип широкий а потом мы едем и это московская область километров за 45 до москвы видите какой циклон какой снегопад ничего не видно надо как-то дальше пробираться я когда в казань приехал я там тоже попал в метель еле выбрался там другие люди которые после меня проехали 10 минут позже они уже все они встряли их выкапывали всю ночь а у меня вот тут при возвращении еще хуже картина потому что в казани по крайней мере не было такого снега но был сильный ветер а тут еще снег смотрите канал подписывайтесь скоро полное видео помните Плохая видимость, плохая. Так, ну вот электроугли здесь появились. На указателях. Савихинское шоссе. Да, ничего себе, цыплонище накрыло Москвой. Это не есть хорошо. Ветер такой, метель вообще. Скользко. Сразу стало. Так, проверил тормоза. До Москвы 41 километр. Ну, пожалуйста, давай. Не подведи. Надо добраться до дома. Так. И этот циклон, он все больше идет в сторону Владимирской области. Как раз вот нам навстречу. То есть, если бы я выехал позже. Или если бы я ехал медленнее. Он бы застал нас раньше. Но я к этому был готов. Потому что мы вчера с подписчиками, со зрителями это все обсудили. И я выехал уже предупрежденный. Ну, и сам, конечно, посмотрел за боковременно. Так, сколько мы едем? 6.55 чистое время движения. Боковой ветер очень сильный. Не спасают даже шума ветрозащитные экраны. Ой-ой-ой. Ничего себе. Как же так? Да, по такой погоде сейчас будет трудно по Москве ехать. Пророчество. Ничего себе. Верну. Украина. Верну. Херφя. Верну. Ничего себе. Украина. Херφя. Ничего себе. Херпят. Сидири. 6 часов 24 минуты Общее время Движение из Казани До сюда 6 часов 56 минут Чистое время Пока автомобиль находился В движении Без включенных остановок Включенного времени Мы совсем уже Едем медленно Как-то Вообще, конечно Круто, круто Включили фонари Ну вот, наконец-то Уважаемые зрители, всем привет Я Real Time Car Travel Я съездил в Казань из Москвы И отснял всю дорогу Москва-Казань и обратно Подпишитесь на канал Скоро выйдет большой фильм Вся поездка из Москвы в Казань В метель, в Пургу Вот в такую, как вы видите сейчас И обратный путь тоже Я надеюсь С нас списали денежные средства Мы проехали через ПВП Автодора Транспондер сработал Нам осталось совсем немного до Москвы И дальше Придется ехать по Заметенному снегу Заметаемому, точнее Снегому городу Подпишитесь на канал Real Time Car Travel И посмотрите полные Снежные Видео Трассы М12 Москва-Казань Трасса Восток И обратно 118 получил Км в час Средняя скорость До сюда Ну тут вообще, конечно Ай-яй 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 Снег Снег Так, прошу прощения Надо было воды попить немножко Ай-яй Мигалка ДПС По-прежнему впереди Мы видим ее Поручает то, что трасса Это сейчас Не сильно загружена Ввиду своей платности Ну вот начало Видите, слева монумент Трасса М12 Восток Такой зеленый Я ее показывал В первой серии Когда мы ехали В Казань Посмотрите Эту первую серию Кто еще не видел Там вся дорога Из Москвы До Казани В метель В пургу В переметы Мы там влипли вообще В такую ситуацию Вот отсюда Вот отсюда начинается трасса М12 В Москву В Москву Можно сказать Ну это так сказать Москва-то такая Таковская Да Немножко нас подзанесло Но ничего Добро пожаловать в Москву Был знак Москва Вот он еще раз повторяется Здесь Ограничение скорости 90 км в час Надо привыкать К ограничению скорости Такс 90 Ничего не вижу Имеется ввиду Вот там домов Влево Если посмотреть Там за пеленой снега Вообще не видно ничего Ну что Уважаемые О Да будет свет Похлопаем Спасибо большое Тем Кто включил его Прямо сейчас Здесь на СВХ На МСД Уважаемые зрители Уважаемые подписчики Уважаемые донаторы Дорожной работы Я благодарю вас всех За внимание За то что вы посмотрели Эти видео Надеюсь вы смотрели Первую серию Вся поездка Из Москвы в Казань Если нет Посмотрите ее Там не менее интересно А даже более Из-за более сложных Погодных условий Даже чем здесь Больше комментариев В первой серии А это возвращение Спасибо большое за внимание Подписывайтесь на канал Не забудьте поставить лайк Этим видео Написать комментарий Обязательно Время движения Чистое Составило Пока машина Ехала 7 часов 4 минуты С учетом Остановок на заправке Время движения Составило 7 часов 32 минуты То есть За 7 с половиной Часов Вы можете формально Из центра Казани Доехать Доехать До Москвы 7 с половиной Часов С двумя Остановками На заправку Пробег Составил 833 километра И средняя скорость 118 километров Час Час Эти 90 километров Час После того Как ты ехал Гораздо быстрее Кажутся Очень медленными Ну что же Еще раз Благодарю всех За внимание Я думаю Дальше мы с вами Проедем По Москве Немного Я думаю Вам это будет Тоже интересно Я даже не знаю Возможно Стоит закончить Видео прямо сейчас Я уже С вами попрощался Но я продолжу Снимать И наверное Если там будет Что интересное Я вам это тоже Покажу Может быть Отдельной серии Как еду по Москве А так Мы в Москву Приехали Всем спасибо Всем до свидания С вами был Реалтайм Картревел Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Поддержите донатом Все ссылки будут В описании А мы приехали В первую Московскую Пробку Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok